всем привет добро пожаловать на мой канал и доходят руки у меня теперь и до детской комнаты здесь надо очень многое сделать во первых надо разобрать все игрушки извините надо разобрать все игрушки игрушки разбираю на несколько частей первое то что мы собой точно заберем то что я оставляю на сохранение то что я отдаю подругам и то что я выбрасываю если вам интересно такого рода видео то оставайтесь со мной всем приятного просмотра да у меня здесь бардак потому что как я сказала я здесь все разбираю и имя такой бардак не знаю будет несколько дней думаю а то и больше пока ребенок у меня у бабушки надо все его вещи разобрать и начала я вот с такого и даже не знаю с такого корба он у нас находится под кроватью и там находятся все от его игрушки которые он бросает который например где-то валяются я говорю убери быстренько чтобы я это не видел и он все сюда закидывает и вот сейчас я сидел убирал и подумал почему бы мне наверное не начать именно с этого момента и снимать видео так как я думаю видео у меня будет несколько из детской комнаты ну что вот так у меня был целый короб был здесь очень много игрушек и я поделила во первых вот меня есть много разных кучек несколько кучек например вот такая кучка это то что я обязательно оставлю не знаю возьмем с собой или нет но оставлю а точно сохранение может быть кому-то другому так как очень классные игрушки и не дешевые здесь это у меня кучечкой надо будет доложить мне к другому набор этот рыбакара поле калькулятор из этот калькулятор и фонарь это я дам родителям это пока тоже у меня под сомнением отдавать это все или оставить здесь я пока еще не доубрала этот пакетик я точно дам подруги вот этот огромный пакет у меня на выброс и это я думаю только начало выбрасывая очень много всего но вот всякие такие которые уже нету ничего из никаких внутренностей какие-то сверла я даже не знаю поломанные телефоны и так далее очень здесь много всего но это то что во первых ребенок уже не играет точно собой не возьмем и даже отдать подруге как-то стыдно потому что там вообще просто все в разнообраз здесь я отбираю лего его мы скорее всего возьмем и вон там у меня очень много лего надо будет его разбирать вот так что надеюсь у нас различные машинки их я пока оставляю до отъезда а потом не знаю что с ним буду делать либо оставлю тоже скорее всего на сохранение здесь не осталось и кучечка убраться вот так что пока я до убираю все здесь и потом продолжим потихоньку убираться во всей комнате убиралась я там вот так у меня получился раз большой пакет мусора и 2 также немного прибралась вот здесь это машинки я прям несколько только выбросил которые же были поломаны все остальные я оставляю так мы не прям завтра уезжаем и чтобы ребенку было во что играть ну а потом скорее всего я их часть наверное какую-то я возьму его сам любимой машинки а все остальное на хранение теперь у меня вот внизу валяется вот такая пачка это еще не вся часть мы уже закончили то есть они законченные книжки это которые там для разве ну развивайки разные да там логические чтение вычитание так далее вот а часть из которых мы уже выросли я их отдам поэтому я сейчас проштудирую вот это всю кучку макулатуру и также у меня вот здесь есть книжки обязательно часть я возьму вот эти все сказки которых тем их читали каши много раз либо я их возьму либо я закажу новые вот здесь тоже из приберусь здесь часть я дам и здесь это мы пока сейчас все проходим это различные прописи и лабиринты поэтому эта кучка вся останется и кстати вот эти книжки очень классные сложение и вычитание мы уже их все прошли очень классный поэтому если вот вашему ребенку там четыре с половиной пять лет то обязательно присмотритесь они совсем недорогие но мне понравились и здесь смотрите еще много есть разных книжек вот в этой коллекции так что сейчас не убираюсь стол и различные книжки вот так здесь выглядит полка с правой стороны вот эти это книжки которые обучающие всякие развивающие здесь чистые листочки и здесь различные книжки сказки ну и здесь тоже несколько лабиринтов и английский язык я конечно возьму с собой не все часть мы оставим часть продадим но пока так и собака бегает извиняюсь но пока все-таки это все у меня остается вот у меня две кучки с левой стороны это то что мы уже все сделали и на выброс с правой стороны это все что я буду отдавать подругам и могу сказать то что здесь у меня 90 процентов и то что покупала фикс прайсе все таки конечно надо как-то более наверно смотреть рассматривать все книжки не просто так пролистать и о да вроде нормально когда вот например вот такие книжки которые называются веселые игры вот так вроде смотришь о да интересно там какие-то всякие задания но когда ты приходишь домой начинаешь до ухвата убегаешь что но когда ты приходишь домой и начинаешь рассматривать ты понимаешь что что эти все задания для разного возраста детей есть для очень маленьких есть для взрослых и ребенку совсем не интересно во первых слишком очень красочно все вообще размывается не понравилось вот такую нам подарили книжку на день рождения в пять лет тося босса но она очень детская вообще просто здесь минимум минимум от речей и чистот на один раз так почитать и все поэтому отдаю веселые пряталки тоже все это уже делали проходили все знаем наизусть уже немножко поднадоела поэтому отдаем папины сказки я вам про не рассказывала ужасная книжка поэтому адам под пусть посмотрят если понравится то будет читать но вряд ли и вот огромное количество вот этих веселых игр отдаю также вот эти тоже я купила прописи но на самом деле вообще ужасные книжки вот эти прозрачные странички во первых я не знаю как вам мне например вообще очень плохо видно что либо когда же когда просто сидишь но я не знаю знаете ли вы или нет то есть здесь видите прозрачная такая страничка да и вот там на второй страничке что-то нарисовано ребенок должен сеть и обводить во первых и должен быть нереально хороший свет и все равно мне кажется зрение портится но плохо видно надо постоянно напрягать зрение понравилось поэтому все вот эти книжки по м четыре штучки купила я их отдай его тощу какие-то разные прописи еще нам одну книжку подарили что такое хорошо что такое плохо в пять лет ну по-моему это очень странно анатолий тос я раньше читала его книжки очень классные книжки это восторг я читал где-то ли 10 назад хочу кстати опять перечитать все его книги классные и вот он начала писать для детей но что-то я начала ребенку читать и не я не поняла не он не понял поэтому тоже отдаем хотя вроде так красочно и красиво все сделано вот такие книжки покупала я их давно еще на вырост но некоторые по ум несколько и мы прошли но все остальное я даю потому что тоже очень странные какие-то задания ну левое задание честно учимся вырезать 3-4 5 лет но как-то я вот купила были большие скидки я купила очень много книжек от кумона и мы начали пользоваться все делали а про эту книжку забыли вот и сейчас для нас это уже очень легкие задания но здесь просто вот по черной толстой такой линии надо вырезать он уже более серьезно такое делать более серьезно вырезать поэтому даже не стала начинать а просто отдам но книжки вообще очень классные от кумон поэтому советую еще вот такое письмо деду морозу я конечно уже брать мы это не будем с собой тоже отдаю вот такие книжки тоже с фикс прайса это про фиксиков мне не тоже не понравились задания очень много надо разрисовывать ребенок этим заниматься не любит синюши о боже смешарики эти тоже очень много собака перескать шуметь тоже очень много но невероятно красочно глаза разбегаются ребенку не понравилось и вот огромное количество вот такую книжку я покупала часть мы сделали частью не стала делать потому что книжки потому что задание такие уже пошли не очень интересно из этой же опять серии развиваем и вот различные фиксики и смешарики в общем огромная куча все это я даю и давайте перейдем быстренько покажу вам книжечки которые мы уже прошли и которые я вам советую полностью они очень классные вот такие книжки мне их было четыре штучки вот эти все почитаем посчитаем порисуем порешаем мы уже их все прошли по моему осталось это у меня последнее который мы делали остальные я по мужу выбросила они очень классные покупала в местном магазине не знаю можно ли где-то купить но я уверена что да здесь мне понравились задания не все разносторонние ребенку не надоедает заниматься так как это называется почитаем поэтому мы здесь учим буквы и помимо этого попутно мы еще делаем на другие задания то есть мы складываем и что-то ищем собираем вот проходим лабиринты собираем пазлы и так далее книжки классные книжки недорогие были и они такие достаточно толстые это знаете у нас от кого это у нас от феликса классные книжки поэтому обязательно присмотритесь а мы начали заниматься по моему с трех с половиной лет вот такая книжечка она очень тоненькая здесь не знали с . в 10-12 называется первой прописи 4 плюс ну хотя конечно это совсем не 4 плюс и пораньше можно заниматься здесь очень легкие задания просто ребенок начинает учиться держать ручку правильно чтобы вот проводить эти линии ровно и достаточно быстро прошли за несколько вечеров и стоила она рублей пом 60 где-то так из кумона учимся считать а до 120 здесь надо просто соединять числа сначала в об соединяет числа от 1 до 10 потом до 20 и так идете дальше 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 помимо этого что воссоединяете вы вот еще здесь иногда и пишите циферки классная книжка и теперь ребенок знает спокойно читает считает до 120 прописи у меня несколько книжек есть и вот эту мы первую закончили прописи здесь по точечкам надо писать все буковки сначала и потом уже слова тоже хорошо так набивает руку я считаю что это такое важное задание надо обязательно его тоже проходить своем по точкам это покупала я фикс прайсе у меня еще есть по моему три книжки разных но здесь очень легко ребенок что-то хочет делать но не хочет там решать примеры или что-то такое что-то более легкой я ему даю такую книжку здесь по моему максимум двадцать пять или тридцать циферок вот ну такие очень веселые все картиночки разрисовывать он не очень любит поэтому то они у нас остаются вот такие вообще это книжка два в одном да сначала вы собираете да складывайте все циферки а потом разрисовывайте вот такие две книжки а вот еще порешаем про который я вам говорила очень классная книжка вот прям знаете хочется не знаю еще раз пойти купить чтобы он еще раз это все сделал советую готовимся к школе здесь у нас чисто лабиринт лабиринт он обожает поэтому нас их очень много здесь достаточно легкий лабиринт и от четырех до пяти лет еще одна определяем время час и полчаса мне есть две книжки час и полчаса и потом минуты вот эту книжку мы прошли мне нравится как здесь они учат чтобы вот ребенок понимал что написано цифра блатья и мы здесь прошли тоже достаточно легко ребенок сайте очень понравилось и вот две книжечки вообще волшебный мне не очень понравились ребенок уже много лучше умеет складывать и вычитать здесь у нас просто различные примеры до 10 больше 10 мы пока не считаем на пальцах пока еще считаем но это в принципе и правильно вот здесь у нас вычитание и вот здесь сложение если что-то родители не знают то в конце есть ответы вот классное мне понравилось интересно тоже задание не надоедают но хотя ребенок не всегда любил но когда у него стало все это получаться топ любил ведь даже значит разрисовывать было и найти что за животное было спрятано все вот такие книжечки на улице у нас сейчас темновато поэтому включила свет надеюсь будет вам все видно ну что давайте здесь разбирать здесь у нас очень много канцелярии так как я люблю канцелярию и чем я уже не пользуюсь я все даю ребенку он у меня тоже любит рисовать и вот поэтому здесь много сего сейчас будем разбирать конечно же мы все не возьмем я думаю возьмем просто какой-то набор фломастеров с собой и все все на купим там а это я все отдам подруги вот давайте на 1 будем убираться сейчас мы занимаемся по вот такой книжки называемся учимся клеить здесь даются вот такие картиночки сначала вырезаем потом приклеиваем в общем сейчас я все буду разбирать и если что-то будет интересно я вам буду говорить а так просто смотрите как у меня стол из такого ужасно превращается в убранный кстати мы вот эту книжку тоже прошли это лабиринт транспорт чем еще ребенку нравится заканчивайте книжки тем что потом он получает вот сертификат сейчас вам даже покажу у нас их много различных сертификатов вот такой у нас развешано по всей комнате если вы уже заметили вот так что вот еще одну книжку мы прошли тут вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И вот такой у меня стол получился Вообще пустота Остались только фломастеры Вот здесь немножко разные Карандаши, ножницы, клей Очень много я выбросила Кстати, вот различных фломастеров Посмотрите, целый пакет Потому что все повысыхало Вот такой пакет я отдаю Это раз И еще у меня вон там очень много Тоже канцелярии И сейчас тоже будем ее разбирать Разбираюсь на подоконники И вот тоже буду отдавать Вот такие наклейки Покупали их на Амазоне Еще очень давно Вот это очень классная игрушка Не знаю, если вы помните Если вы дети 90-х Или даже немножко пораньше То была вот такая классная игра Здесь шарик железный Правда не знаю, где он сейчас И вот вы играете Должен шарик пройти отсюда Пройти все препятствия И вернуться вот сюда Классная вещь Наверное, скорее всего, там Вот такая еще у нас есть Тану Отличника Здесь азбука Ну, то есть, просто буковки Вы собираете слова Сюлени на айсберге Ну, такая, знаете, средняя игрушка Поиграешь немного и надоедает Так что тоже ее отдам Немножечко поиграть, да, интересно И все И, в принципе, у меня будет пустой подоконник Это рамочка Обязательно ее с собой возьму Это у нас отпечатки Когда ребеночку было только всего один месяц Отпечатка ручки и ножки Вот, ну и сам малыш Очень классная Ну и, конечно же, да Оставлять не буду Заберу Это просто огромная память Еще есть вот такой комод Покупали его в Икее Здесь вот такие выдвижные ящики И давайте здесь тоже приберемся Что-то выбросим Что-то оставим на время Что-то на хранение Субтитры сделал DimaTorzok Все в этом мы разобрались Сейчас мне осталось только вот все вот это разобрать То, что я накидала на кровати И продолжить дальше убирать Теперь я перебралась на балкон Вот эти все у меня коробки Здесь у меня есть книжки И Робокар Полли И еще, по-моему, еще Патруль Здесь все Hot Wheels Есть даже некоторые открытые Наоборот, есть даже некоторые закрытые наборы Которые нам подарили Но мы еще не успели даже в них поиграть Вот этот мяч, не знаю, наверное, на выброс Там вот игрушка, наверное, тоже на выброс Потом вот этот руль от машины Но больше не работает Поэтому тоже выбрасываем Здесь различные тоже от Робокара Полли Если успею, это продам Если нет, то оставлю на хранение Огромное количество вот таких подарочных пакетов Я их всю жизнь складировала И когда надо было кому-то дарить Я вот отсюда вытаскивала их Но, понятное дело, это я все так же выброшу Вот такой мягкий коврик, который складывается Разбирается Его я, скорее всего, тоже отдам Там детское кресло на велосипед Стоит мне на продажу И здесь много игрушек для купания Также их переберу Часть отдам, часть выброшу Вот такой мягкий мат Его я тоже выброшу Потому что все, он уже изжил свое Так что я должна здесь так убраться Чтобы у меня был практически пустой балкон Убралась я на балконе Теперь смотрите, как все выглядит Здесь все чистенько Я все помыла, подмела И вот здесь осталось немножечко Кресло Дышаться надо Два набора Hot Wheels И Робокар Полли Если купит, то купит Если нет, тогда останутся здесь на хранение Вот такой небольшой у нас Балкончик Вот, теперь давайте Смотрите, какая собака болтет Коридор у меня полностью завален Это просто вообще какой-то кошмар Я не знаю, как будто сейчас доходить Во-первых, вот эти все мои пакеты Я вот их выбрасываю Вот эту корзину спрошу маму Если надо, то я дам Если нет, то же на выброс Мяч я выбрасываю, потому что он никому не нужен Он весь грязный уже Это я все отдаю Продаю Здесь у меня прибавилось Пакетов, наверное, 5 различных И вот это все Я выбрасываю Здесь коробки пустые Мягкие игрушки, которые там порваны уже Горшок Вот этот мат, как я вам говорила Также я выбросила все Игрушки для купания Так как они уже все грязные Они, не знаю, больше года, наверное, пролежали там Их уже вымыть вообще нереально Вот, так что Вот это мне все отдам Завтра А вот это мне надо будет сейчас как-то бегать Не знаю, раз в 50 И выбрасывать все это Фу, вот Комната пока у меня выглядит вот так Это просто вообще как будто, знаете Как будто я не убиралась Ну да, хотела вот так посмотреть Туда здесь так чистенько Вроде все нормально Телевизор я тоже продаю Вот, много коробок у меня осталось Это у меня все пустые коробки Здесь часть вот этих игрушек я продам Часть отдам Это мой книжный шкаф Я часть книжек заберу с собой обязательно Что-то продам И также опять что-то же отдам Игрушечки пока вот эти все оставляю Ребенок играет Но опять же Все буду отдавать Здесь у нас лежит одежда Пока я ее разбирать не буду Вот это зеркало хочу продать Но не знаю, получится у меня или нет Ковер я буду выбрасывать Потому что он у меня уже грязный Вот с этим мячом совсем не знаю, что делать Он бестолковый Не знаю, зачем нам ему подарили Покрывало я тоже буду выбрасывать Но уже все испортилось Мампу оставляю Увлажнитель воздуха оставляю Вон ту, вон ту мишку Я ему как-то показывала Он сказки-рассказы Вообще классная вещь Обязательно с собой заберу Так, ну в принципе и все Тот пакет я тоже, кстати, буду отдавать Так, ну и да Здесь мне надо будет навести порядок Такой более-менее Вот и посмотрим, как будет комната выглядеть Прямо перед отъездом Так, не знаю, заканчиваю над этим видео или нет Но если что, то заранее с вами прощаюсь Пока-пока